Здравствуйте, дорогие мои. Мне сегодня не в чем перед вами извиняться. Я снова хочу продолжить исторический формат. Он неплохо заходит, но самое главное, что я разошелся. И вопросы, которые вы задаете в комментах к историческим выпускам, дают понять, что тем еще достаточно, о которых вам хочется поговорить. Сегодня хочется поговорить о премии «Золотой мяч», а вообще о призе «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту Европы, на самом деле, ждану лучшему футболисту мира, о его истории, о критериях его вручения. Делайте ставки в марафон Бет. Изучение «Золотого мяча» на самом деле синонимичное изучению футбольной истории. Вплоть до самого последнего времени, я об этом скользко уже говорил, до самой эпохи, когда Криштиану и Месси стали делить золотые мячи каждый год между собой, вот вплоть до этого самого времени по «Золотому мячу» фактически можно было изучать футбольную историю. Ну, премия началась в конце 50-х годов. Ее первый лауреат Стэнли Мэтьюс, сэр Стэнли Мэтьюс. Конечно же, это была, в первую очередь, дань истории, то есть человек, который, можно сказать, на «Золотой мяч» к этому времени накопил. А в дальнейшем у премии скоро появились довольно очевидные критерии, и в частности, вот он самый главный. Вернее, не то чтобы самый главный, а тот, который является непререкаемым, обязательным. Как раз могут быть другие главнее, вы сейчас поймете почему. Но он оказался самым существенным. Длительное время владельцы «Золотого мяча» поделили просто журналисты францфутбола. Францфутбол имел корреспондентов в каждой европейской стране. Или журналист, с которым он постоянно сотрудничал. И вот они, вооруженные этими критериями, тем самым осуществляя последовательность из года в год, они и выбирали лучшего футболиста. Короче говоря, этим непререкаемым критерием было то, что у футболиста должна была быть серьезная победа в год, когда, собственно говоря, опрос проводился. Именно поэтому чаще всего владельными призов становились футболисты, которые выиграли чемпионат мира или чемпионат Европы. И существеннейшим ограничением вплоть до 1995 года было то, что неевропейские футболисты не могли становиться владелем этого приза. В 1995 году первым неевропейцем стал, это удивительно, не бразилиц, не архитениц, а сразу африканец Джордж Веа. И вот уже после этого, после этого сначала, кстати говоря, для этого была сделана уступка, что футболист может играть в Европе, но не быть европейцем. Ну а сейчас это уже просто вообще совершенно неважно. Во-первых, трудно себе представить ситуацию, когда бы футболист лучший игрок года не играл в Европе. А во-вторых, ну в общем, этот критерий тоже устранен. Во-первых, нужно понять, почему францфутбол определяет лучшего футболиста Европы. Потому что он захотел, потому что захотел делать это первым. И вообще, именно французы, французские журналисты придумали футбол в том виде, в ком он сейчас существует. Мяч и правила придумали англичане. А вот чемпионаты мира и Европы придумали французы. Именно поэтому Кубок мира долгое время назывался Кубком Жюля Реме, президент ФИФА на момент проведения первого чемпионата мира. И, собственно, человек, который воплотил этот формат и сделал его регулярным. Кстати, сейчас чемпионатами мира признаются и две Олимпиады, которые проходили до 30-го года непосредственно. И, таким образом, они по факту являлись тоже чемпионатами мира, поскольку собирали сильнейшие команды в тот момент. Это было призвано уже впоследствии специальной организацией, которая занимается историей для ФИФА. Короче говоря, и приз лучшего футболиста Европы тоже придумали французы. Но дело не в том, что они были первыми. А дело в том, что их премия оказалась самой последовательной. Открою вам маленький секрет. Я всегда обожал изучать историю золотого мяча. Не столько самого приза, сколько, знаете, всматриваться в строки. Кто был первым, кто вторым, кто проиграл опрос, кто был близок к тому, чтобы в нем победить, кто не выиграл его почему-либо никогда. И вот, вникая в эти подробности, перед тобой всякий раз открываются очень интересные футбольные истории. Ну, например, в годы, когда я был юношей и, может, чуть старше, главной загадкой являлась, кто такой Алан Симонсон, который выиграл золотой мяч в 1977 году. А на самом деле за этим стоит целая история. За этим стоит взлет немецкого футбола в 70-е. Причем взлет-то был голландский, на самом деле. И голландцы тогда изменили качество футбола. Они придумали играть тотально. Вернее, они не то чтобы это придумали, а они лучше всех показали, как это стоило сделать. Тотальный футбол был, конечно же, историческим достижением всего футбола в целом. Но голландцы первыми его уплатили и осуществили на высочайшем уровне. Но победа-то в этом году, в этом десятилетии, извините, были немецкие в первую очередь. И вот 77-й год, это год, когда Гладбахская Барусия, не Бавария, а Барусия, то есть еще и другая команда, не главная немецкая команда, показала выдающиеся футбольные результаты. Алан Симонсон стал ее лидером. И он был очень маленького роста, такой крепыш датчанин. И с этого же самого момента начался рост и взлет сборной Дании, которая до того вообще почти что не существовала на европейской карте. А уже потом, в ранние 80-е, сборная Дании была одной из сильнейших команд мира. И тренировал ее немецкий тренер Зе Пьонтек. И в общем, насколько это было ярко и неожиданно, что Зе Пьонтек и даже англичане из ФОФОТУ не включили аж в сотню лучших тренеров мира, но просто потому, что феномен оказался достаточно загадочным. Вот видите, а все это всплывает, когда начинаешь просто задумываться, почему в 77-м году не самый очевидный, не самый яркий в истории футболист получил премию «Золотой мяч». Так вот, важнейшим непререкаемым критерием была победа. Победа в Еврокубке или победа в большом турнире сборных. Плюс к этому ограничение от мировых, собственно говоря, звезд аргентинцев и бразильцев. В 62-м году, например, приз получил Йозеф Масопус, чешский футболист, который играл в финале Чемпионата мира против бразильцев. Вообще, надо сказать, что титул короля футбола для Пеле, возможно, и придумали, потому что он никак не мог получить какую-то реальную, конкретную, вещественную премию, кроме медали за сборной Бразилии и кроме «Золотой богини», которую Бразилия, в конце концов, получила на вечное хранение. Конец 50-х годов. Это уже было время, когда Европа открыла для себя фантастическую сборную Бразилии, которая выиграла Чемпионат мира в Швеции в 58-м. А лучшим футболистом Европы стал Раймон Копа. Сборная Франции, возможно, и не добилась выдающегося успеха на Чемпионате мира, но Копа был частью мандридского Реала, который тогда в Европе выигрывал все. Именно игрок Реала Альфредо Ди Стефано стал первым футболистом, который выиграл «Золотой мяч» дважды. Это произошло аж в первые 10 лет существования премии. В общем, как правило, в начале его премии этого стараются избегать. Но Ди Стефано был настолько яркой фигурой, что иначе поступить было просто невозможно. И он, заметьте, получал этот приз в те годы, когда не было ни Чемпионата мира, ни Чемпионата Европы. Потому что Ди Стефано, в общем, со сборной большого успеха не добился, хотя пробовал играть аж за три и в конце концов оказался в сборной Испании. Тогда такое было возможно. Придется поговорить о российском футболе. В минувшие выходные произошло событие, которое неименуемо повлияет на расклад турнирной таблицы. Да что же это, блин, такое, а? Ну как так можно работать? Женя! Вася, у нас в БЦ опять проблемы со светом. Есть вероятность, что это надолго. Ну надо же как-то решать эту проблему, Женя, что будем делать? Ну есть, только бесперебойник поставить. Давай. Я сейчас посмотрю компании, которые этим занимаются. Вот есть хороший вариант. Источник бесперебойного питания Итан. Он мощный и технологичный. Мне кажется, это пушка. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Меня зовут Александр. Здорово. Здесь компания Массоэнергосервис. Наша компания специализируется на подборе и поставке источников бесперебойного питания Итан. Также мы являемся сервисным центром компании Итан, что позволяет нам производить пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и гарантийный ремонт. Мы находимся в демо-зале Итан, где любой наш клиент может ознакомиться с оборудованием, задать интересующие вопросы. Вот, по-моему, похожую штуку я видел у вас на сайте. И она, в общем, неплохо встали к нам в офис. Можешь рассказать подробнее? Это очень мощное оборудование. Оно предназначено для промышленных предприятий и коммерческих зданий. Добрековато вообще. Данные ИВП построены по технологии двойного преобразования. Позволяет избежать практически всех проблем с электропитанием. Как-то открыть можно же, наверное, да? Да, давайте ознакомимся. В стандартную комплектацию входит плата, позволяющая подключаться к нему через сеть интернет. Модель поддерживает технологию HotSync, которая позволяет повысить отказоустойчивость системы. А также технология IBM, которая продлевает срок службы аккумуляторов батареи до 50%. Давайте вернемся к вашей задаче. Что вам требуется защитить? Ну, конечно, такой машины у нас пространства мало. У нас небольшая студия, камера, свет, сервер в стойке 19 дюймов, ну и монтажный комп. Данное решение для вас будет избыточное. Тогда вам подойдет другая модель. Давайте я вам ее покажу. Так. Вот данный источник. Это источник 9SX. Он, как и большая модель, построен по технологии двойного преобразования. В нем также есть фирменная технология от ИТОМ и IBM, которая позволяет продлить срок службы аккумуляторов батарей. Помимо этого, к нему можно подключить большое количество батарейных модулей для того, чтобы выбрать оптимальное время автономной работы. ЖК-дисплей на русском языке. Это особенно круто. Скажите, как вы думаете, мы сами сможем его подключить? Наша компания специализируется на том, чтобы осуществлять поставку и настройку оборудования. Но данный малыш не требует этого. С ним справится даже домохозяйка. Прямо позоветом Карла Маркса. Каждая домохозяйка способна настроить источник бесперебойного питания. Заверните. Вот теперь мне ничто не сможет испортить запись программ. Всем привет! Это футбольный клуб. Беретеристическая программа о футболе. Источники бесперебойного питания ИТОН прекрасно справляются со всеми нагрузками. И это становится дополнительным источником нашей бесперебойной уверенности в себе. Хотите быть уверенными так же, как и мы? Приходите по ссылке в описании. Самым загадочным и в силу нашего с вами советского критического отношения к самим себе, самым, казалось бы, несправедливым золотым мячом, многие считают золотой мяч 86-го года, который получил киевский динамовец Игорь Биланов. Вот эта история, я сразу же с нее перескочу, она является ключевой, наверное, в понимании того, как сам францфутбол понимал свой золотой мяч. Совершенно очевидно, что в 86-м году лучшим футболистом мира был Диего Марадона. Наверное, победа сборной Аргентины на чемпионате мира в Мексике в 86-м, это пример победы, в которой был наиболее весом вклад одного конкретного человека. Ну, действительно, кроме Марадона, трудно вспомнить даже, вот на вскидку, кто еще за сборную Аргентины играл. Ну, вспоминают Хорхе Вальдано. Однако Вальдано вспоминается, в первую очередь, потому что у него колоссальный журналистский бэкграунд, его имя известно, он даже Мадридский Реал потом тренировал. Ну, может, вспоминается кому-то Хорхе Буручага. Но на самом деле, вот так вот состава сборной Аргентины в 86-м, ну, очень-очень мало кто назовет. Та же я, хотя у меня на имена совершенно финальная память, и это был мой второй в жизни чемпионат мира, в котором я, естественно, не пропустил ни одной показывавшейся по телевизору минуты. Недавно мой коллега Алексей Дурново сочинял большой текст про румынский клуб Стяуа. Стяуа, который добился победы в Кубке Чемпионов в 86-м году. И вот он задавался вопросом, ну, а почему, собственно говоря, не футболист Стяуа получил золотой мяч, а Игорь Биланов, хотя Киевская Динамо выиграла всего лишь навсего Кубок Кубков. Я объясню вам, почему. На самом деле, в 86-м году практически не возникало вопросов, кто может получить золотой мяч. Ну, естественно, с учетом того, что Марадона никак не мог его получить из-за своего аргентинского паспорта. Так вот, победа румынского Стяуа не могла принести обладатель золотого мяча. Во-первых, сборная Румынии не играла в чемпионате мира в тот год, а финал Кубка Чемпионов не был настолько всемирным событием. Сейчас трудно себе представить, но тогда, действительно, разумеется, многие страны в Европе транслировали финал такого турнира. Но далеко не все. Ну, от силы половина, наверное. Во-вторых, победа Стяуа была победой команды. Румынский футболцев тогда и обрел свой стиль. Стиль, в первую очередь, контратакующий, основанный на крепкой обороне. Во-вторых, победа Стяуа знаменовала приход румынского стиля, собственно говоря, в мир. Не столько самого стиля, сколько привязанного вот уже конкретному флагу к румынскому. Сборная Румынии играла на контратаках всегда. Как мы ее знаем, и Стяуа как раз и был, и породил этот стиль, и привязал его к стране Румыния. То есть там очень трудно было взять какую-то одну звезду. Не случайно самый яркий футболист из Стяуа, Георгий Хаджи, заиграл буквально на следующий год. В 86-м он был еще слишком молодым. Кроме того, нужно понимать, что Стяуа добилась победы по пенальти. Главным героем был вратарь Хельмут Дукадам, который не пропустил ни одного мяча в серии. Это был совершенно фантастический результат. Но вы уже понимаете, что вратарь только один раз выиграл золотой мяч. Это был Лев Яшин. Это оказалось возможным в 63-м году, когда не было ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы. Это вообще был кризисный год для Яшина. Но так уж вышло, что главным событием, главным футбольным событием того года стал матч сборной мира против сборной Англии. Матч, посвященный столетию английского футбола. И Яшин провел в нем настолько выдающийся первый тайм, что, в общем, оказалось, что он действительно достоин вот такой вот награды. Яшин действительно был человеком, который изменился в атрасской игре. Яшин был величайшим ударом всех времен и до сих пор таковым и признается. Но, тем не менее, тем не менее, вот потребовалась специальная оказия для того, чтобы вот в год не оказалось более достойного кандидата. Дукадам, конечно, был неплохой вратарь. Но у него не было богатого бэкграунда. Да, он совершил подвиг. Но одного точного подвига всегда было мало для премии «Золотой мяч». И это, кстати говоря, справедливо. Потому что, если бы это было так, сразу же возникала бы какафония. Короче говоря, в 86-м году приз не мог получить футболист, который никак не проявил себя на мировом первенстве. А у Биланова уже была победа в Кубке Кубков с Киевским «Динамо». Киевская «Динамо» была командой, которая котируется в Европе. В общем-то говоря, на него смотрели. И, что самое важное, Биланов Алицетта был ярчайшей звездой европейской весны. Когда он играл очень ярко, очень быстро, у него была фантастическая качество и удивительная скорость. И на чемпионате мира он совершил хет-трик. Возвращаясь к рассуждению Алексея Дурново. Да, действительно, сборная СССР на чемпионате мира в 86-м году проиграла в 1-8 финале бельгийцам. И хет-трик-то был в проигранном матче. Однако, понимаете, так уж вышло, что не было особенно яркой звезды на чемпионате мира европейского происхождения. До 86-го года три раза «Золотой мяч» получал Мишель Платини. Это говорит, наверное, о том, что в Европе в этот момент был настоящий такой маленький, если не король, то герцог футбола в лице Мишеля. Но сам Мишель дошел до полуфинала в 86-м на чемпионате мира, но явно это был не лучший его сезон. И то, чтобы получить приз в четвертый раз подряд, этого было точно мало. Вот такой был свой критерий. Но и потом французы обязаны были относиться к своему футболисту как можно более критично. Среди прочих футболистов, блеснувших на чемпионате мира, выделялся Гарри Линекер. Он стал лучшим бомбардиром и забил шесть мячей. Однако, тем не менее, Гарри Линекер и сборная Англии выбыли в одной четвертой. А на клубном уровне у Линекера не было успеха в тот год. У него вообще клубная карьера была достаточно невезучей. Он до сих пор считается одним из лучших футболистов в истории английского футбола, который никогда не выигрывал звание чемпиона Англии. Был еще бельгиец Ян Кулиманс. Сборная Бельгия была настоящим откровением на чемпионате мира. Она дошла до полуфинала, она очень качественно боролась с аргентинцами в полуфинале. Но вот так получилось, что Кулиманс тоже не имел европейского титула. Наверное, он мог бы получить золотую мяч в каких-то других обстоятельствах. Но вот так уж сложилась фишка. Я должен сказать, что примерно на исходе ноября, в начале декабря, было уже совершенно понятно, что, скорее всего, приз достанется Беланову. Против Игоря Беланова часто выдвигается еще один существенный аргумент. Он не был признан игроком года в СССР. Но на самом деле это всего лишь подчеркивает, почему он был признан лучшим футболистом в Европе. Дело в том, что Европа не видела тех матчей, которые видели люди, выбиравшие лучшего футболиста в нашей стране. Беланов действительно не сыграл так, как и на протяжении всего сезона. И именно поэтому из-за другой оптики, и тоже достаточно очевидно, лучшим футболистом года в СССР стал Александр Заваров. Он представлял то же самое киевское «Динамо», что и Беланов. Но перед глазами советской публики он был представлен более широко. Что еще очень существенно. Заваров был человеком, который определял игру команды в целом. Он был той самой специей, той самой перчинкой, которая определяла индивидуальность киевской игры. Придавала, кстати говоря, ей, ну, в известной степени машинный. Машинный не в механическом понимании, а вот в том машинном смысле, когда машина вызывает восхищение. Вот Заваров, конечно, придавал этой машине нестандартность. Но так вышло, что на чемпионате мира Заваров не был ведущим футболистом сборной СССР. В условиях высокогорья и страшной жары он часто не доигрывал матч до конца. А Беланов был в выдающейся физической форме. Вот так уж сложилось. Я думаю, кстати говоря, что случай Беланова стал одним из важнейших шагов к тому, чтобы приз перестал быть сугубо европейским. Надо сказать, что к середине 90-х уже не только Францфутбол называл своего лауреата сезона. К этому времени знаменитый английский журнал World Soccer, сейчас уже не так популярный и не так известный, как, допустим, журнал For Foot 2, но тем не менее журнал World Soccer, который был свекли мировой футбольной историей длительные годы, тоже стал определять лучшего футболиста года, но в мире. Разумеется, в 86-м году у World Soccer не было особенных вариантов. Там, совершенно очевидно, лучшим футболистом мира был Диего Марадона. Однако в дальнейшем расхождение в выборе героя сезона между World Soccer и Францфутболом как раз и представляет собой, наверное, наибольший интерес. Премия World Soccer вручается с 82-го года. Тогда игроком года в мире, разумеется, был Паоло Росси, лидер и главный герой чемпионства сборной Италии на чемпионате мира в соответствующем году. А вот в 83-м году World Soccer признал игроком года бразильца Зико, при том, что это был катастрофический год в карьере Зико. Зико был героем пары предшествующих лет, но в 82-м году Росси оказался более достойным. Зико как бы накопил на премию лучшего игрока года, но прежними своими выступлениями. А в 83-м он приехал в Италию, в Удинезе. И, собственно говоря, является ярчайшим примером того, как в прежние времена многие ярчайшие бразильцы с колоссальным трудом адаптировались в Европе, а некоторые так и не адаптировались. Зико так и не смог в Европе сыграть. Во многом, наверное, благодаря этому он не чувствовал удовлетворения от своей городской карьеры и долгое время оставался едва ли не самым выдающимся футболистом, который добивался серьезного успеха как тренер. Так можно говорить, потому что ко времени, когда Зико стал тренером, уже почти не работал Круив. Ну, а потом было еще время до появления Зидана. Разумеется, когда я говорю о том, что Зико был лучшим тренером из числа выдающихся игроков, я говорю о периоде времени, а не о месте в истории. Следующее серьезное расхождение случилось в 89-м году. Тогда Францфутбол признал лучшим ворком Европы Марко Ван Бастена. Это был его второй подряд титул после 88-го года. Гурит был признан лучшим футболистом Европы и мира, то есть по версии обоих журналов в 87-м. Тогда о нем мало кто знал. В частности, я, парнишка в выросшем Советском Союзе, вообще не представлял себе, что это за футболист, и удивлялся только его прическе в 87-м году. Мы познакомились с Гуритом только на Евро следующего года. А вот далее, в 89-м, различие в выборе было очень и очень знаковым и существенным. Дело в том, что и Гурит, и Ван Бастен тогда уже играли вместе. Они играли вместе в Милане и Берлускони. И в 89-м была свобода выбора главного героя этой команды. Гурит и Ван Бастен были, в общем-то, равновеликими звездами. Но Гурит выполнял больший объем работы. И я вижу в этом выборе Уолдсокера выбор в пользу именно человека, который больше похож на полузащитника. Гурит не всегда был полузащитником. Тем не менее, в 80-е это время полузащиты, и Уолдсокер здесь оказался чуть более консервативным. Однако впоследствии он привел себя как более молодая премия. Ну, например, в 96-м году Францфутбол назвал главным героем года Матиаса Заммера. Матиас Заммер, капитан сборной Германии, последний великий Либеро или Либеро в истории футбола, чемпион Европы, получил золотой мяч. А вот Уолдсокер выбрал лучшим Роналдо. Роналдо, который перешел в свой первый большой великий клуб. Роналдо провел свой первый сезон в Барселоне. И должен вам заметить, что никогда, наверное, и впоследствии, я, как сказать, никогда впоследствии, вы не поверите. Вы просто мне не поверите. Но сейчас, вы знаете, Барселону как команду, про которую говоришь, что она Месси зависима. В эпоху Месси Барселона четырежды выиграла Кубок Чемпионов. А к моменту появления в этой команде Роналдо всего лишь один раз. Роналдо появился в Барселоне в ее переходный год. Тренером был Бобби Робсом. Только что ушел Круив. Команда переформировалась. Она закупила огромное количество футболистов. Как раз был год, когда вступило в силу дело Басмана. То есть открылись футбольные границы. И иностранцев можно было заявлять практически неограниченное количество. Вот это был год, когда Роналдо ворвался в Барселону и не привел ее к чемпионскому титулу. Чемпионский титул выиграл тогда, собственно говоря, мадридский Реал. Роналдо выиграл с Барселоны в 1996 году Кубок Кубков. Тот самый, который когда-то перевесил, собственно говоря, эту чашу весов в францфутболе в пользу Биланова. Но Роналдо, тем не менее, не играл на чемпионате Европы. Он не мог его, он не участвовал в нем, понимаете. И вот удивительный случай. Заммер был очень яркой звездой сборной Германии. Он действительно был... Мало того, тогда же многие играли без последнего защитника. И почему Уолдсокер выбрал Роналдо? Я думаю, потому что он был более молодой премией Уолдсокер. И поэтому он позволял себе лучше смотреть на молодых. В 2004 году, по этому же самому принципу, у Уолдсокер выберет игроком года Роналдиньо. Францфутбол тогда остановится на кандидатуре Андрея Шевченко. Они оба тоже не играли в тот год на чемпионате Европы. Но так уж вышло. Чемпионат Европы оказался кризисом суперзвезд. В 2004 году, как и в 2002, кстати говоря, там тоже на чемпионате мира многие большие сборные потерпели крах. Дело было в том, что Лига чемпионов тогда включала в себя второй групповой этап. Это увеличивало количество футбольных матчей, которые проводили за сезон лучшие футболисты, играющие за самые большие клубы. И к турниру сборных они подходили на пике утомления и усталости. А в 2004 году на чемпионате Европы в Португалии это еще и умножалось на колоссальную жару. В 2002 на скачок климата вообще и часовых поясов. А в 2004 только на португальскую жару. Я очень хорошо помню, как я сидел на четвертьфинале «Франция-Греция» в 2004 году в Португалии на трибуне в ложе прессы. Я сидел, смотрел футбол, жара была просто удушающая. И вдруг мой сосед сказал «Зидан тает». И я подумал, что он действительно тает. Тает как снег. Я улыбнулся, обратился к соседу по-русски. И оказалось, что он был араб, и он сказал «Зидан тает». «Very, very tired». То есть Зидан просто устал. Вот так совпали английский и русский язык. А вот версии французская и английская в тот год разошлись. «Францфутбол» выбрал рядом Андрея Шевченко в 2004 году. Он годом ранее выиграл Кубок чемпионов. В четвертом, пожалуй, по критериям своего же «Францфутбола», лучше, наверное, отвечал всем критериям португалец Деку, который дошел до финала и победы в Кубке чемпионов в спорту, а затем, в основе сборной Португалии, дошел до Еврофинала. Но Деку не был настолько яркой звездой. Он еще не перешел к тому времени в Барселону. Только после чемпионата Европы перешел. Ну, кроме того, он был натурализованным бразильцем. Это тоже, в общем, вызывало не то, что скепсис, но просто не было традиции переживания за него как своего в странах Европы. Вот так Шевченко получил свой «Золотой мяч». Разумеется, абсолютно заслуженный. То, что я говорил сейчас вот в качестве кучи разнообразных сопутствующих обстоятельств, это все лишь говорит о том, что бывают такие вакантные года, когда работают другие критерии. Футбольный год Получилось так, что в этом году FIFA определила в качестве лауреата Леонеля Месси. Как так могло произойти? Дело в том, что именно в это время влияние медиа на выбор лучшего футболиста стал критическим. В выборе лучшего футболиста года стали принять участие не только журналисты, которым хорошо были известны критерии, но и капитаны национальных сборных и тренеры национальных сборных. А эти люди меняются каждый раз, но вам не объяснишь. И очень часто выбор лучшего футболиста года стал подменяться выбором лучшего футболиста в жизни конкретного человека, который осуществляет свой выбор. Капитана команды или тренера национальной сборной. Вот, наверное, таким образом и можно объяснить, что Месси получил приз в 2010 году, а не Иньеста и Ниснейда. Но самое удивительное, в силу не слишком широкой распространенности и уже авторитетности премии Уолтсокера, она очень серьезная, но тем не менее о ней сегодня уже мало кто вспоминает. Так вот, по версии Уолтсокера тоже эту премию получил не Иньеста и не Снейдер. Вы не угадаете, кто. Это был Хави. Вообще удивительно, что время, когда сборная Испании выигрывала все, между 2008 и 2012 годом нового тысячелетия, ни один испанский футболист не получил ни одну индивидуальную премию, не получил золотого мяча. Дело в том, что игра сборной Испании была слишком командна, и голоса тех, кто симпатизировал испанцам, размывались обилием выбора. Но каким образом в 2010 году Хави мог убедить Иньесту в выборе журналистов, это совершенно необъяснимо. Вот такой, наверное, был казус. Если выбор францфутбола на пять лет существенно опопсел, то Уолтсокер, очевидно, чувствовал себя журналом, который должен привносить вот именно мысль, именно логику профессионального выбора в определении лучшего игрока года. Наверное, именно так они и остановились на Хаве. Премия Уолтсокера теряет влияние. Вздуманная как альтернатива, подкрепленная авторитетом огромного журнала. Во-первых, сам журнал уже не играет ту роль в футбольной жизни. А во-вторых, уже и францфутбол тоже определяет фактически лучшего футболиста мира. В 2016 году францфутбол вернул себе премию из рук ФИФА. И вот сейчас он будет решать колоссальную важность вопрос, кто, собственно говоря, как будет распределяться эта премия после того, как медийные гиганты, при этом великие футболисты Месси и Роналду, ну, по крайней мере, закончат, активно закончат претендовать вот на этот самый трофей. Нынешний сезон отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран. Неизвестна судьба Еврокубков, отменен чемпионат Европы. Как быть в этой ситуации? Что станет критерием вот в этом самом вопросе? Это крайне интересно. И слава богу, что Лот Сокер дожил до этого года. Я полагаю, что никогда еще выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого. Неудивительно, что ФИФА, который продолжает получать свой приз, ФИФА вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы. Настоящие чиновники. А наша БРА-2 журналистская обязательно свой выбор, я надеюсь, сделает. Я очень его жду. Вся наша жизнь игра, и если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь. Есть этот мир, как большой. Футбольный клуб. Футболный 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 клуб. Продолжение следует...